Сейчас в Запорожье 33 лечебных учреждения. В этом году городские власти намерены провести термомодернизацию в трех центрах первичной медицинской помощи. Как идет процесс в одном из них, пятом видели наши корреспонденты. В этом центре первичной медико-санитарной помощи обслуживается около 120 тысяч жителей Хортицкого района. На утепление фасадов, замену окон и системы отопления направлены почти 7 миллионов гривен. В середине года рассчитывают все закончить. Проектом предусмотрена замена кровли, утепление чердачного помещения, полностью замена окон, утепление фасадов, утепление цоколя, замена системы отопления, ну и частично водопроводка, лензация, то, что совсем из строя вышло. То отопление, которое поставлялось в учреждение, оно не оказывало должного эффекта и температура держалась от 14 до 16 градусов. Приходилось восполнять все это приборами тепла, которые включались, а это дополнительные расходы по электроэнергии. При первых метрах уже укладки термомодернизации, вот из торцов утеплели, у нас, кстати, попал койки дневного стационара, где у нас находится, вы знаете, помещение воздух стало совершенно другое. Очень тепло. Параллельно шла реконструкция амбулатории и обустройство кабинетов семейных врачей. Закупленные сумки-укладки, компьютеры и электрокардиографы рассчитывают, сэкономленные в результате термомодернизации средства можно будет направить на техническое обеспечение медицины. Термомодернизация, которую мы сделаем здесь, она будет отразиться, конечно, и на комфорте, но параллельно и на снижении затрат. Поэтому это главная задача в условиях сложной социально-экономической ситуации в стране, конечно же, внутри находить резервы, изнутри бюджета находить экономию правильную, которую потом можно уже в реальный сектор медицины направлять, это и на медикаменты, и на оборудование, чтобы привести в порядок медицину города Запорожья. В этом году на реконструкцию и ремонт 40 объектов здравоохранения из городской казны выделены 60 миллионов гривен, из них на термомодернизацию порядка 20 миллионов.